Это мой поздно поздравить Михаил Мирошвили, президент Евро-Азиандского Европейского Конгресса. Дорогие друзья, от имени Евразийского еврейского конгресса и от себя лично хочу поприветствовать руководителей Киевского еврейского форума, организаторов и гостей форума. Я помню, как в прошлом году Киевский еврейский форум проходил в Киеве, и это было организовано на высочайшем уровне, благодаря, конечно, президенту форума и его замечательной команде. Сейчас в последнее время, к сожалению, нам приходится общаться в онлайн и проводить такие форумы и конференции, но я думаю, что Борис Ложкин и здесь покажет себя очень достойно и профессионально. Ну, как всегда, я желаю ему, чтобы этот форум проходил очень успешно. Я помню, какой поддержку он получил этот форум в Киеве. Приезжали ведущиеся еврейские лидеры со всего мира, начиная во главе с Лаудера, президента Еврейского конгресса, и со всего мира такие ведущиеся люди, как наш друг, наш председатель Фрэнкель из Америки, из Европы, со всего мира были очень серьезные люди. Это, почему я подчеркиваю такое отношение, такое уважение, что, потому что меня это очень радует, что в последнее время мы все, еврейские лидеры, стали еще ближе, стали друг к другу относиться более уважительно и доброжелательно. И это передается на все наши еврейские организации, общине и улучшает атмосферу общую. И когда есть такое отношение, и результаты нашей деятельности, общей деятельности становятся все лучше. Мы, как мы знаем все, каждый, не то что каждая организация, мы каждый еврейский конгресс, несмотря на пандемию, мы поддерживаем связи, отношения со всеми общинами, поддерживаем, больше чувствуем ответственность, и поэтому чаще находимся на связи с ними. Мы оказываем поддержку и на государственном уровне, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. И на разных уровнях, международных организациях. Но наша еще задача в том, что поддерживать еще и разные проекты. И несмотря на пандемию, мы стараемся не оставлять эту поддержку. Мы сегодня собрались на этом форуме, ведущейся филантропией со всего мира. И недавно я прочитал в Пиркевод, что есть четыре типа, четыре вида благотворительности. Первый вид благотворительности, это когда благотворительный дает сам и не хочет, чтобы другие давали. Второй вид благотворительности, это когда сам дает и хочет, чтобы другие давали. Вот такой благотворительный, это благочестивый, это хасид называется. А четвертый, это не дай бог, который сам не дает и не хочет, чтобы другие давали. Это злодей. Я хочу остановиться, я надеюсь, что мы действительно сегодня собрались в те люди, которые сами даем, стараемся по возможности и привлекаем, и призываем других, чтобы давали другие. А вот хотел обратить внимание на первый вид благотворительности, когда человек сам дает, но не хочет, чтобы давали другие. Что это значит? Я раньше думал, что это значит, когда человек сам дает и хочет выделиться, и его не волнует, что другие сделают. Оказывается, если есть другие еще объяснения, оказывается, что надо давать шедро. И когда написано, что другие, он хочет, чтобы другие не давали, это имеется в виду, что он дает столько, сколько нужно именно нуждающимся. И чтобы этот человек, которому он помогает, чтобы он не мог дальше давать, а надо жертвовать шедро, чтобы человек, которому ты даешь, чтобы он мог дальше тоже помогать людям. Поэтому это хороший урок, который я усвоил недавно, несмотря на то, что я давно это читаю, но я думаю, что это будет полезно нам всем руководствовать этим, чтобы мы давали и помогали шедро нашим общинам, так, чтобы они имели дальше помогать не только своим общинам, но и в тех странах, где они живут и работают, и с Божьей помощью будем процветать. Еще раз успехов этого форума и самые добрые и хорошие пожелания всем нам, нашим общинам, еврейскому народу. Всего доброго. Большое спасибо, господин Мирилашвили, за вашу замечательную речь. До свидания. До свидания.